Тебе 16 лет? Да. И у тебя ДЦП. В какой момент ты поняла, что у тебя ДЦП? Я до сих пор не совсем понимаю, что у меня ДЦП. На самом деле, ДЦП называют все, что не знают, как лечить. То есть у меня есть определенные симптомы. Это спастика. Но при этом интеллект у меня сохранен. Но и спастика, она при любых травмах, может быть, даже спинного мозга. А истинную причину мы не знаем. У меня проблема. У меня очень сильно болит спина. Причем не поясница, а вот конкретный позвонок между лопаток. Начало ныть где-то с декабря. Я не особо обращала внимания. Но после целого дня работы за компьютером встать просто невозможно. И главное, я понятия не имею, к какому врачу обращаться. Ортопед или остеопат, невролог, хирург. Но я не зря уже третий раз вам рассказываю про сервис на поправку. А вы им активно пользуетесь. Это приложение, в котором можно искать проверенных, компетентных врачей, записываться на прием и консультироваться онлайн из любой точки мира. Конечно, онлайн-консультация полноценно не заменит очную. Я описала свои проблемы в чате, спросила, к какому специалисту мне лучше обратиться. Мне посоветовали сделать снимок и сходить к ортопеду. Подобрали к клинике рядом, я выбрала лучшего врача и записалась на прием. Поздравьте, у меня сколиоз второй степени, так что сидите за компьютером ровно. Сервис работает по подписке. Оформляйте на месяц или сразу на год. Консультироваться можно сколько угодно, по разным темам. Расшифровать результаты анализов, получить второе мнение, уточнить какой-то нюанс, который вы забыли задать на личном приеме. Этот сервис делает медицину доступной для тех, кто живет в маленьких городах и поселках. А также убирает необходимость лишний раз бегать по врачам с детьми и домашними животными. В подписке есть детские врачи и ветеринары. Попробуйте подписку на месяц с моим промокодом КАСАТКИНА25, который дает скидку 25%. Или сразу оформляйте безлимитную подписку на год по промокоду КАСАТКИНА75, который дает скидку 75%. Так гораздо выгоднее. Берегите себя и не забивайте на свое здоровье. Наверное, лучше твою маму спросить об этом, но... Да. В целом, насколько ты знаешь историю, во время беременности все было в порядке. Мама поздно узнала о беременности, но в целом все протекало хорошо. Именно поэтому и никаких вопросов не было. Ты первый, единственный ребенок. Да, я единственный ребенок в семье. И мама меня родила достаточно в молодом возрасте. Знаете, есть периодически такие отмазки, что типа возраст, что-то поздоровление не так, вредные привычки. У моей мамы такого не было вообще. Никаких приспособок не было. Диагноз мне поставили около трех лет. А так замечали только задержку моторного развития. То есть просто списывали на недоношенность, и что это пройдет. А в итоге это после прививок усилилось, появилась как раз-таки та спастика, из-за которой мою особенность назвали ДЦП. Как отреагировала твоя мама, когда тебе поставили ДЦП? Конечно, это не самая радостная вещь, которую можно услышать. Что изначально моей маме предлагали еще в роддоме от меня отказаться. Говорили, что я вырасту овощем, и ничего не смогу. Почему так говорили? Потому что хотели снять его ответственность. Боялись, что мама пойдет в суды, потому что ошибка врачей есть в моем процессе рождения. Деток, которые раньше срока рождены, но при этом их выхаживают. В моем случае ошибка в том, что дотянули до утра. У нее началось кровотечение. 18 часов безводного периода это много. Если бы этого периода не было, то, возможно, у меня двигательные функции не пострадали бы. Потому что я чувствую ноги и не могу шевелить. Просто единственная трудность это спастика. Думали ли вы засудить тогда врачей? Тогда такого не было варианта, потому что не было интернета, никто ничего не знал. А ДЦП, все это только появлялось. Потому что если бы сейчас такое произошло с высока ее лет, то бы она судилась. А тогда ее молоденькую запугали. Ей изначально попытались привить чувство вины за то, что она причастна к тому, что так получилось. В какой период ты поняла, что ты чем-то отличаешься от других детей? Я себя эпизодически помню с трех лет. Но осознавать, что я отличаюсь, я стала в тот момент, когда я пошла в школу для людей с инвалидностью. А в садик ты ходила в обычную? Да, только с лакопедическим уклоном. А так я себя какой-то особенной до этого возраста не чувствовала. Да, мне было тяжелее. Да, я выбрала способ перемещения на коленях по садику. Но я по этому поводу не парилась, а уже когда я пошла в школу коррекционную для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, то я уже стала осознавать свою инвалидность. Расскажи, что вообще такое ДЦП? Как оно проявляется? Я понимаю, что бывает очень-очень разным. ДЦП — это детский церебральный паралич. Всем понятно. В моем случае это проявляется в виде спластики. Я иногда заторможена, реагирую. Допустим, прикосновения. Если меня ущипнуть, то я не сразу почувствую, а через секунду. С речью у меня были проблемы как раз-таки из-за зажатия с пальчиком. У меня есть голос. Когда я слишком зажата, то у меня проявляется более басистый тон. А когда я расслаблена, то, соответственно, и голос тоже более мелодичный. Я хотела отметить, что у тебя речь очень хорошая. По моему опыту, люди с ДЦП, им сложнее говорить, а многие вообще не могут говорить. Мне сложнее воспроизводить звуки, потому что мой мозг работает быстрее, чем мой речевой аппарат. От этого и заикание, и запинание иногда бывает. При ДЦП порой иногда есть интеллектуальные проблемы в развитии, иногда нет. У тебя, я так понимаю, так точно нет. Да. Мне не нравится эта обобщенность. Потому что, например, человек увидел другого человека с ДЦП и меня. И уже он меня судит по этому человеку. Только потому, что у нас одна аббревиатура. Потому что в форму уже, как правило, никто не вчитывается. Когда я прихожу куда-то и видит мой диагноз, или я его произношу. А во мне сразу складывается мнение. У людей периодически они меня боятся. Почему боятся? Потому что считают, что я умственно отставая. У меня был опыт обучения в обычной школе. Там дети некоторые считали, что у меня больше хромосом. Девочка в классе мне завидовала. Потому что мне помогали мальчики. А она всеми способами пыталась привлечь внимание мальчиков. А у нее этого не получалось. И распускалась плетня про то, что у меня там больше хромосом. Про то, что я какая-то не такая. И от этого у людей складывается всеобщее мнение обо всех людях. Можешь побольше рассказать, с чем ты сталкивалась в свой адрес? Это в основном жестами, пальцами, вот этими вот взглядами. И меня очень сильно всегда пугало, вот когда я в осознанном возрасте уже, с лет шести. Когда мальчик увидел меня, сказал об этом достаточно эмоционально. И мама его за шкирку взяла и повела к себе, типа закрыть рот. И это пугает, потому что от этого происходит как раз-таки боязнь людей с инвалидностью и узнавать вообще что-то новое. Другая градация, это когда взрослый человек лет семидесяти-шестидесяти раздает непрошенные советы. Типа сходите к годамке, обратитесь к тому-то доктору. Один раз, я помню, мы выходили с мамой из такси в аэропорт. И нам по пути встретился какой-то дед, который увидел потерю какого-то врача, который исцеляет ДЦП. И он начал материть маму, что она делает из меня инвалидов. ДЦП вообще не лечится. Принято, что да, но спастику можно снизить до минимума, так скажем, мою форму. Как это можно сделать? В постоянной реабилитации сейчас ко мне входит замечательный тренер, и мы с ней занимаемся растяжки всякие, упражнения, наработка навыков. А думала ли ты о том, за что у меня со мной вот это все произошло? Я не думала, за что мне это все. Да, я такая, но только в моем понимании я ничем не отличалась. Я просто на коляске езжу, иногда не очень хорошо говорю, но в целом я же ничем не отличаюсь, я же на людей с ножом не бросаюсь. Почему на меня так реагируют? Я просто с малолетства, получается, с года живу с этой особенностью. Я не знаю другой жизни. То есть мне не приходится принимать себя, мне приходится принимать мнение людей по поводу меня. Я так понимаю, что сначала ты пошла в коррекционную школу, но потом оказалась в обычной. Я сначала пошла с 1 по 4 класс в коррекционную школу, потом с пастика дала о себе знать и мое хождение 10-летнее на коленях тоже. И поэтому мне пришлось выпрямлять ноги и исправлять плосковалькостную информацию. У меня начались сильные годы. Каучи. Каучи. Хорошо. И я на год выпала из обычного обучения и училась на семейной форме образования. А в обычной это уже в 8 классе. Это частная школа, потому что в обычную мои двигательные способности не позволяли настолько быстро перемещаться по классам, по школе в целом. А большинство в моем городе школ были не готовы браться за создание инклюзии. Если бы мама настояла, им бы пришлось, потому что по закону они не имеют права отказать. Но у нас тогда была возможность пойти в частную школу, и поэтому мы попробовали ее. Это был неплохой опыт взаимодействия с социумом. У меня есть то, что другой жизненный опыт, в отличие от моих здоровых сверхников. Я где-то более взрослая, а где-то наоборот, как наивный малыш. Потому что мне эти аспекты жизни не знакомы. И поэтому я все равно была в своем мерке, но периодически я там вовлекала ребят как раз таки с помощью моей инвалидности. Потому что им было это очень интересно. Взаимодействие со мной, потому что у них тоже были какие-то стереотипы. Допустим, я давала всем исписывать в классе. Ребята не ожидали, что я выше их по уровню. И я просто более усидчивая. Потому что они распыляют свою энергию на бегать, на покурить, на сбежать из школы, поиграть в видеоигры. Я не умею делать шпаргалки. Ну, точнее, можно написать, но в них нет смысла. Потому что пока я их буду доставать, все запалят, и в них не будет смысла как такового. Поэтому мне легче вместить все в свою голову и сосредоточиться на этом. А у ребят, так как есть еще аспекты жизни, куда можно обратить свое внимание, они не глупые совсем. Тебе 16 лет? Да. Ты живешь здесь одна? Из 14 лет я живу одна. Как так вышло? Я полгода получилась вот в той школе, в частной, про которую я говорила. А потом там меня не устроило уровень образования, и родители согласились нанять мне репетиторов. А у нас есть дом загородный, мало кто поедет в загородный. А онлайн мне не совсем подходит обучение, потому что поговорить с психологом, допустим, я могу через конференцию видео, а вот усвоить какую-то важную информацию, допустим, математику, мне сложно через видеоформат. Ты уже с психологом работаешь? Угу. Если это не секрет, какие вы темы проговорились? Это не секрет. Мы в основном с тобой послушаем родителей. Мои родители замечательные люди, но есть конфликт поколений, как у всех детей. У моих родителей другие вопросы и пожелания ко мне, нежели у других подростков. Если им важно, чтобы они хорошо учились, не курили, то, допустим, мне мальчик в, опять же, частной школе дам попробовать ашку. Но я пришла и поквасталась маме. Для меня было такое достижение в том плане, что мальчики почувствовали, что я наравне с ними, что я не какое-то хрустальное создание, которое нельзя трогать. И она спокойно на это отреагировала. Тоже обратно. Она к этому стремится, чтобы я была ближе к социуму. И она меня так воспитывала. Но только мой социум, он через виртуальный мир. Потому что периодически внешние окружающие среда для меня недоступны. Поэтому квартира – это идеальное условие. Ко мне приходит, помогает мама. Во многих аспектах, допустим, у меня есть робот-пылесос, но они идеально моют полы. Я пока мою полы, могу их сто раз испачкать. Поэтому я в этом плане эксплуатирую маму. И моя задача – стать настолько независимой и полноценной личностью, заработать себе каким-то интеллектуальным трудом, потому что я прекрасно понимаю, что на завод я работать не пойду. Я даже могу пойти, потому что возможно натренировать свое тело, наверное, настолько. Но это немножко неоправданно, потому что если я умею работать мозгами, то зачем прикладывать титанические усилия для того, чтобы работать на заводе? Но при этом я понимаю, что базовые навыки самостоятельности, хотя бы ходьбы с ростю, то есть самостоятельности в городе, мне нужно приобрести, чтобы как раз-таки родители не зависели от меня. Допустим, на днях мне делают важную процедуру по расслаблению моей спастики, по уменьшению. Есть косметическая процедура – ботокс. И мне его колет в тело с 6 лет. Потому что ботокс, он может как расслаблять морщины, так и расслаблять мышцы. Спастика – это как раз-таки и есть спазм мышц. У меня 31-го делают инъекцию, и 2-3 недели у меня период активной работы. Бассейна, физкультуры, РФК и так далее. Потому что очень важно в этот период сохранить эластичность мышц. Моё физическое состояние не позволяет мне, допустим, перейти в какую-то слякоть. Это для меня небезопасно. А став независимой, допустим, имея деньги, то я могу сама, во-первых, оплачивать свою реабилитацию, потому что это дорогостоящее занятие. Реабилитация обходится примерно в 60 тысяч в месяц. Это без бассейна. А с бассейна ещё больше. И ещё я хочу минимально хотя бы оплачивать свои покупки с вами. Ты готовишь. Я заказываю доставки, потому что единственная попытка моя готовить на этой квартире, уже в Питере, это как раз-таки видео про банановые блинчики. Мне не получилось, конечно, сделать то, что я хотела сделать, но благодаря тому, что ты мне научила, я хотя бы наделала дело до конца. Это была новая плита, я на ней готовила впервые. В своей квартире в Бурманске я могла приготовить макароны, приготовить что-то элементарное. Тут я как бы тоже могу это сделать, потому что с плитой я своим горьким опытом уже разобралась в больнине. Но мне лень это всё мыть. Приготовить, допустим, мне уйдет 2 часа, а отмыть это ещё 2 часа. Лучше уметь зарабатывать деньги, чем тратить своё время на то, чтобы поесть один раз. Я видела на тех же видео, ты там подскальзываешься, падаешь. Это происходит часто, потому что мне, чтобы делать какое-то физическое действие, нужно об этом думать. А в мире есть много чего интересного, на что я отвлекаюсь. И от этого происходят все эти падения полностью здоровым людям. Я завидую в том, что вы можете настолько делать какие-то вещи бытовые и не думать о них. Мне нужно, во-первых, прикладывать большие усилия для того, чтобы какое-то обычное действие, допустим, мытьё кружки, довести до автоматизма. Я грущу, но в целом от этого нет смысла, потому что я заметила, что грусть, она только тебя прокрастинирует, а не продвигается вперёд. И мама живёт рядом и часто приходит? Каждый день. Ну, практически каждый день. Но я не живу одна. Я живу отдельно как раз-таки для того, чтобы осваивать эти бытовые навыки. Благодаря тому, что мама приходит каждый день, она меня подпинывает эмоционально-экологически. Но при этом, благодаря тому, что у меня есть своя квартира, я имею огромное количество свободного времени, личного пространства. Потому что моя мама один раз сказала замечательную формулировку, что она сбежать не может сама, как обычный подросток. Когда родители достают ребёнка, то он может сбежать. У меня такой возможности, объективно оцениваю ситуацию, нет. И поэтому мои родители позволили мне жить таким образом. Есть ли у тебя друзья? Друзей у меня как таковых нет. Благ – это по факту часть этой социализации. Потому что я через него вижу реакцию общества на меня. Социализации в стандартном понимании у меня нет. И она мне не очень требуется, потому что я от этого очень энергетически, физически устаю. У меня сразу начинает голова болеть от шума, от переизбытка чего-либо. Маму, допустим, прицелили за то, что она меня перебила на семейное образование. Принято, что в школе люди получают социализацию. Но в итоге, в больницах, по моему опыту, я получала социализацию гораздо больше. Узнавая всякие истории, ознакомаясь с людьми из разных городов, именно благодаря такой социализации я понимаю, что не всё у меня потеряно. Не жалеешь ли ты о том, что ты по факту упустила вот эту огромную часть жизни ребёнка, подростка, который там гуляет, тусуется, бегает, прыгает? Я благодарна этому опыту, потому что именно этот опыт сделал меня такой, какой я есть. Если бы я, допустим, тусовалась с подростками всё это время, то я бы была совершенно другим человеком, с другими ценностями, с другими приоритетами и так далее. А мне очень нравится, кем я выросла. В какой момент ты вообще решила завести блог? Я смотрю периодически всякие реакции на шоу. И я смотрела одного блогера Женька. Обожаю. Ты его тоже смотришь? И там он обозревает шоу «Большие сёстры». Я как раз сдавала ОГЭ. Я увидела один из выпусков. У меня такое недоумение во мне поселилось. Как это здоровые люди могут себя до такого состояния доводить? Но потом я посмотрела на себя, и что я, по факту, могу сделать своё состояние лучше. И я посмотрела этот выпуск и захотела выйти сама на улицу, погулять с Кэрри вокруг школы, самостоятельно, без мамы. Я жила на четвертом этаже, в доме без лифта. И у меня была фобия спускаться одной ещё и с Кэрри. Это моя собачка. Потому что я за собой не всегда могла следить. А за собакой иногда страшно бывает. Но я после просмотра этого видео вышла на улицу и прогуляла вокруг школы. Сделала целый круг. Его реакция и Тэмми, и её лишний вес приподнял моим боевым духом. И я такие прогулки стала практиковать часто. Под одним из видео я написала комментарий, свою историю, что благодаря тому, что я смотрю это шоу, у меня поднялась своя собственная мотивация. Описала свою историю, что я стараюсь гулять каждый день своей собачкой. И мне там так много людей лайкнуло. Меня так много поддержали, писали задавать какие-то вопросы. и это было, получается, точкой отправления. Потому что я поняла, что моя история может быть кому-то интересна и полезна. Я просвещаю людей о том, что инвалидность – это не так плохо. И восхищение в основном, потому что люди смотрят на меня, как я на Тэмми посмотрела когда-то. Вот я для кого-то Тэмми. Женька включила? С какой реакцией ты столкнулась, когда ты выложила видео? Например, по поводу отдельного проживания. Там я выложила, когда этот рюс. Я пометила все моменты, что меня родители не кинули, что это просто такой проект по обучению меня бытовой самостоятельности. Чтобы не стать еще и бытовым инвалидом, это нужно было. И что мама живет со мной в соседнем дворе. Но у людей это почему-то реакция возникла негативно, потому что у кого-то в головах. Инвалид – это как раз-таки овощ, за которым до старости должны приглядывать. А я все-таки очень хочу стать независимой от родителей. ДЦП может прогрессировать со временем? Само ДЦП не прогрессирует. Но если не заниматься спастичностью, физкультурами, вот этими вот всеми отрабительными процедурами, то будет нарастать спастика, а спастики, соответственно, и прогрессирует в таком виде ДЦП. Но нет у тебя страхов по поводу будущего, что медика может стать сильнее? У меня вообще есть страх по поводу будущего, потому что я не знаю, что будет ни со мной, ни с родителями, потому что мне бы не хотелось остаться одной в этом мире. Но никто не может предугадать, чего будет. Мне бы хотелось создать семью, мне бы хотелось что-то хорошее делать, более глобальное для этого мира. Мне кажется, важным показывать людям, что все люди равны. И важно принимать всех, в том числе себя, такими, какими мы есть. И я, кстати, очень счастлива, потому что мои близкие, они благодаря мне, наверное, не имеют таких стереотипов, потому что они понимают, что просто все разные. Наверное, в этом и моя миссия основная – доносить это людям. И вся инвалидность, это конец света. И всех нельзя равнять под одну гребенку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова